всем привет подписываемся до нас на канал еще на подписание нам все дури приемно видео нас не попробую изнять в новом жанре ускорено хе-хе штиль нас мс280 германия типа ну китайская как вы поняли зверюка страшно в общем не купляйте такую ерунду девица тече бензин через верх а че интересный тече бак почти пустый а венчер и дарите то есть проблема в шланочке кстати длится пылка вообще идеально новая профессия шина вообще красочка среди но по рассказам хозяина пылка вообще за свою жизнь пропалила два бака то есть бак на холостому и бак уже он пробовал пулять каре кинулся пулять залив в третий бачок бензин через верх вали каре все карея бросил думать везу на ремонт так живите у нас тут проблема фланточки обычная фланточку меняю не разбираючи це все короче зняв теки фильтр и меняю сразу шланочку если немає підкачки ну разберу покажу вам як це робиться так откроюли 5 болтів знимаем насвечник и выкручиваем свечу теперь принципе все все скажу еще раз повторяюсь не можно было бы не робить просто заменить шланочку топливный шланг не знимает все все барахла то есть не откручиваю я крышку верхню не знимаю эту стяжку не откручиваю я патрубок воздушного фильтра то есть вот это то есть не надо было бы все это откручивать ну такая вот братья на конечно но решил уже разъебать показать как у нас все це робиться если вам конечно интересно как это все заменить то есть шланочку эти бачите на зайчиках можно заменить не разбираючи полностью все ее пилки то есть як це все робиться ссылочку ставлю в описании так теперь берем снимаем все бараху цепляем вот видите шланочка у нас така стрёмно так сейчас короче это вытянем что не мешало тут а теперь берем просто тянем за шланочку тянем за шланочку не переживать по вона выскочила там 6 фильтр на кице ну все равно можно тянуть и хай фильтр там взрывается там падает видите ось видите как это шланочка вот я катал слангатый топливный шланг таки тут а и фильтр стоит в боку то есть фильтр там есть в боку завода на выкидать то есть он там ничего не стоял так вытягиваем успокоитель и что теперь надо нам нам на новую новую синьку шланочку то есть берем шланочку скрываем баг видите в боку бензина практически нема там на дну чуть-чуть бензинчика то есть сами понимаете фиг то нифига а бензин вытекать и разворачивает ну вы сами бачила и проблема была шланги так сейчас берем тапы пробухаем ключи мне ключик уже то что и видим часто дверточку перейдите посмотрите из отверточка тоненько гость отверточка так пропихаем в отверстие шлангачка дверточку и просто писали все это просто тянем зашланочку тик это парн надо найти новый хороший фильтр так как заводский фильтр стоит завода у меня не так скажу по чесноку то есть одноразовый и только до разу и выставлю просто для красоты а волочный фильтр такой нормальный фильтр так вставляем повернем чтобы там повернулася упавший фильтр туда на низ все закрываем крышечку чтобы не вытекал бензинчик закручиваем закручиваем так можно трохи назад дайте чтобы не создавалось давление чтобы не вытекал бензин и сбираем пылочку то есть скручиваем все в обратном положении как разбирали бираю 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 прикручиваем опять же патрубок тапа назад теперь откручиваем крышку курка тяги чтобы ставить тягу курок так открутили все тепер бачим у нас тяга валяется сбоку надо чем-то и пидеть так отверточка отверточка поднимаем нажимаем кнопку газа и все попало у нас свое положение робоче зажимаем круг газа надеваем верхнюю крышку и все тепер берем закручиваем ничего сложного тут все тепер берем закручиваем все пять болтов так кружим свечу так что она так довкрутится вкрутили опа затянули надеваем на свечник так все отлично получается так проверим отверстия совпадают трохи не совпадают четвертка на перекос стоит я не попаду фильтр короче забрать не буду до конца заведу уже потом уже делаю регулировку если надо будет карбюратора если же все будет отлично регулируем ничего не буду так достаем кусочек чтобы не мешал это распаляем так брать а 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 Так, вуха гудить, ну так, регулируется отлично, на оборотах работает отлично, на холостых не работает вообще, в чем проблема, будем искать, в общем, в принципе, похоже, как вроде бы бензин заканчивается, как фильтр подзабитый, типа, ну, фильтр у нас тут идеальный, и бензина, в принципе, давно хватает, то есть, сейчас, блин, все стоят, бензин, целая куча бензина, фильтр он весь, в принципе, мокрый, все, блин, до верху лежит в бензине, ну, какая-то такая штука, вроде бы не хватает топлива, ну, вот такое чувство, вот, вроде бы, знаете, бензин заканчивается, как он так непонятно работает, ну, на максимальных идеально, то есть, проблему мы нашли одну, вот, бачите, шланточкой проблема, а вот другая проблема, блин, фиг, я знаю, что за ерунда, короче, будем шукать, в чем проблема, в принципе, вообще, похоже, как вроде коленвал сдвигнутый, знаете, обороты плавают, сейчас, секундочку, так, так, блин, это же надо такое, я манал, ну, сразу, в общем, разібрав пилочку, точнее, разібрав, зняв, зняв, з цієї пилочки, бачите, этикеточка отпала уже, зняв шину, кришку, і дивіться, что у нас происходит, вот, как она звездочка тут тіліпается, то есть, хана приводу масляного насоса, хана коленвалу, дивіться, он, чергается стартер, и видно, петляет сапфа коленвала, то есть, получается, зигнутый коленвал, ну, точнее, сапфа коленвала, зигнута, разбалансировался, короче, коленвал, пішов износ на коленвалі, вон там по округу, там, видно, если, честно сказать, по тіліпатю, он, дивіться, ось, воно все видно, что, блин, не держится, короче, его лечитый подшипник, тіліпается, все, короче, всему, короче, хана, но маленькая пилка, два бачка, как так можно, два бачка, перший бачок на холостому обкатав человек, раз попиляв, честно сказать, я не знаю, сейчас буду звонить до хозяина, что хозяин решает, вообще, он сказал, где-то недалеко, сейчас позвоню, хоть подъезжает, будем дивиться, что будем решать, будем делать дальше, или, короче, в коробочку, чи в пакетик, и до свидоса, хотя, важно будет объяснить человеку, что пилка его хана, хоть пилка его новая, но, практически, вот так вот, я не знаю, как это. В общем, что, человек сказал ремонтировать, а отремонтировал я видео, не было времени снимать, в общем, такая ситуация, дивиться, пилочка у него, вообще, идеально новая, видно даже по шинке, о, дивите, вообще, шинка идеально новенькая, видно, что, ну, не знаю, оциллый, там, может, куп на поля, не знаю, чи два, может, не буду сказать точно, сколько на поля, у чего там, на перше все работает отличненько, звездочка крутится, цепка у него, видите, скакует, но, есть тут не но, дивиться, цепка у него тупа, от тупа воно за то, что звездочка терла под цепки с правой стороны, и затупила с правой стороны полностью зуби, и ему, короче, цепок у вас ступи, будет идти в бік, а он говорит, нет, ничего не будет идти, все идеально. В общем, дивиться, цепка коленвала сдвигнута, то есть коленвал, получается, петляв туда-сюда, так, по кругу, и для того, что он петляв, и сгорели сальники, и сгорел сепаратор, короче, и, короче, это эпохимник, то есть, получается, это эпохимник тоже сгорел, я заменив его, крышку заменив масляного насоса, саме привод масляного насоса заменив, ну, короче, заменив много чего, сальники заменив, пилочка, в принципе, сейчас как новая, ну, в принципе, она есть новая, но сейчас вообще как новая. Ну, в общем, говорю ему, давайте заточим вам цепку, бо вы же запорите себе шину. Нет, говорю, не надо, все идеально у меня должно работать. Вон у меня новая цепка. Кажет, у вас и пылка новая, только уже пылки хана. Еще интересно, как получается. Кажу, смотрите, вон у вас биг паляла. Да, каже, паляла, в левую сторону уходила. Ну, говорю, так правильно, надо заточить. Нет, ничего не надо заточить, цепка у меня еще паляет, отлично. Кажу, так и шину гробите себе. Нет, ничего не гроблю, все не надо, спасибо. Ну, спасибо так, спасибо. Делиться, сейчас заведу, посмотрим, как работает на холостом. То есть на холостом работает идеально, так само работает на максимальных. Вот, делиться, замены еще сальнички, за них я как раз сказал же. Сальники, что интересно, дубленные. Как новая пылка, дубленные, смотрите, они вообще не держатся на коленвале. Вот надеваю, снимаю. Блин, вообще не держатся, смотрите. Вот, вообще, ну, 0 зацепления, то есть 0 сцепления. А при нагреве вообще они, сальники расширяются, вообще иде пилок, и пилка вообще не вменяема на холостом. По поводу новых видео на YouTube канале у нас, просто разобрать пылку и забрать банально, тоже, в принципе, трохи неинтересно. Если вам что-то интересно, пишите в комментарии, что вы хотите, чтобы я вам снял, який ролик. Назбираем пару похожих тем, сниму видео, выкану вам на каналчик, будете смотреть. Не забывайте подписываться до нас на канал, ставить лайк. До свидос.